Готовьте весла в регионе открыт сезон навигации для маломерных судов. Сообщение восстановят. Дорожники готовы к монтажу Куйского моста о сроках через несколько секунд. Масштабная реконструкция в регионе снова готовится к сезону дорожной модернизации. Какие участки покроют новым асфальтом? С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Губернатор округа подписал распоряжение об открытии навигации в 2016 году. Распоряжением установлены сроки открытия навигации для плавания на маломерных судах на судоходных водоемах, расположенных на территории округа. С 16 мая навигация открывается на судоходных водоемах, расположенных на территории муниципальных образований Канинский сельсовет, Омский, Пешский, Шоинский и Тиманский сельсоветы. С 20 мая на водоемах Наринмара, поселка Искатери, муниципальных образований Андикского, Великовисочного, Коткинского, Молоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского и Телевисочного сельсоветов. С 25 мая на судоходных водоемах, расположенных на территории муниципальных образований поселок Амдрама, Карский сельсовет, Колгуевский, Хариверский, Хасидахарский и Юшарский сельсоветы. Как пояснил капитан морского порта Наринмар Владимир Буданов, речная и морская навигация для других типов судов будет открыта после получения рапорта Росморпорта об установке средств навигационного обеспечения, специальных знаков и боев. Автомобильное сообщение между Наринмаром и поселком Красное восстановят 25 мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Кайдалов в ходе оперативного совещания при главе региона. Как пояснили в профильном департаменте, на период прохождения паводка мост ежегодно снимают, поскольку он является низководным. После снятия моста проезд техники и передвижение пешеходов по реке запрещается. В этом году в связи с ранним ледоходом автомобильное сообщение столицы Неницкого округа с поселком было прервано 3 мая. В прошлом году мост демонтировали 13 мая, восстановили переправу 17 июня. Обновить и расширить дорожную сеть Неницкого округа. Заместитель руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта рассказал о дорожных работах, которые проведут летом 2016 года. В планах обновление асфальтового покрытия в черте города, в поселке Искатели и Красное. Новые участки дорог появятся этим летом в направлении Усинска и Тельвиски. Строительство первого участка дороги на Тельвиску идет полным ходом. 340 метров полотна до съезда к комбинату «Солнышко» планируют завершить к августу. Далее следует подготовка к следующим этапам. Согласно планам департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, возведение объекта рассчитано на два года. Вся дорога где-то приблизительно будет цифры говорить, больше миллиарда. Второй этап сейчас у нас пока завис, что нет согласования от ПОК от выноса водовода, который идет с водозабора Озерный. Соответственно, она будет включена от ветка водовода в программу «Чистая вода», то что это не по дорогам проходит. Третий участок с мостом, четвертый участок уже ближе к Тельвиске. Мост капитальный. Ремонт дорожного полотна и тротуаров ожидается в этом году на улице Октябрьская. Под реконструкцию выбран участок дороги от улицы Авиаторов до улицы Пионерская. Работа рассчитана на два года с финансированием 90 миллионов рублей. Будет отремонтирован продолжительный участок дороги по улице Ваучейского, от морпорта до пересечения с улицы Ленина и до школы номер 3. Масштабная замена асфальтового покрытия будет произведена на участке от мясокомбината до администрации Заполярного района. Это продолжение текущего ремонта 2015 года. С покрытия будет срезаться 3,5 сантиметра асфальта и укладываться свежий. На эти два участка предусмотрено 96 миллионов рублей. Почти такая же сумма, но и с федерального бюджета заложена на участок дороги от улицы Монтажников до Угольной. Реконструкция будет дороги с участком строительства. То есть от монтажников Угольная идет с выходом на Юбилейную, там будет мост вместо дамбы существующей, ну такая условно дамба, труба с песком. Там будет мост и там еще в районе, там как она получается, улица Тиманская пересекается с Угольной. И вот от этого пересечения там есть такой зюкзак улицы Губкина. Но это, скорее всего, наверное, будет называться Тиманский. Вот этот участок 300 метров от строительства будет. Ремонт дорог в этом году ждет и поселок Красное. Недалеко от поселка планируется укрепить дорожное покрытие, в самом поселении провести капитальный ремонт участка дороги в полтора километра. На эти цели в окружном бюджете предусмотрено 108 миллионов рублей. Самый большой объем средств в сфере дорожного строительства будет заложен для стратегической трассы Наринмар-Усинск. Соотношение финансирования, как и в прошлом году, в пользу Федерации. Из государственной казны выделено 497 миллионов рублей, из окружной – 36. В этом году работы будут проводиться на участке номер 4. Что касается итогов прошлого года, когда было отремонтировано 25 километров дорог и построено 5 километров новых, Андрей Стручков спустя почти год оценил состояние дорог как нормальное. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Далее в выпуске. На первоочередные платежи и выплаты все доходы региона уходят на зарплату и социалку. Все остальное в кредит. Правительство России завершило оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти, субъектов Федерации по итогам 2015 года с учетом динамики показателей за трехлетний период. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, по результатам оценки эффективности определены 20 регионов лидеров. Первые позиции заняли Воронежская область, Чеченская республика и Республика Татарстан. В десятку лучших вошли также Липецкая область, Санкт-Петербург, Сахалинская, Тюменская, Тамбовская области, Ненецкий округ и Московская область. В 2015 году сохранили позиции в числе регионов лидеров 14 субъектов Федерации, занимавших лидирующие позиции в 2014 году. В целом, по итогам 2015-го позиции 38 субъектов улучшились, 41 ухудшились, 4 не изменились. Как сообщалось ранее, по итогам 2014 года Ненецкий округ также входил в 20 регионов лидеров по эффективности исполнительной власти. Тогда, по интегральному показателю, Ненецкий округ занял 10 место. Финансовая ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Об этом сообщила главный финансист региона Татьяна Лагвиненко на еженедельной планерке при губернаторе. Прошедшая неделя отметилась низким поступлением доходов, которые не отменяют расходных обязательств округа. Расходы округа превышают доходы. По информации Татьяны Лагвиненко, на прошедшей неделе было израсходовано 64 миллиона рублей. Самая большая доля расходов приходится на социальные выплаты. Гражданам это порядка 60 миллионов. Напомню, сегодня в связи с низкими ценами на углеводороды Ненецкий округ вынужден жить в кредит. Государственный долг составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей. До 1 июля 2016 года субъекты должны привести в соответствие с федеральным законодательством региональные законы о государственно-частном партнерстве. В Ненецком округе закон о ГЧП был принят в 2011 году. Сейчас он дорабатывается и приводится в соответствии с федеральным законом. Подробнее о государственно-частном партнерстве в новостях экономики нам рассказала заместитель начальника управления экономического развития Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Анна Нелюбина. Какова необходимость развития вообще государственно-частного партнерства и почему возник этот институт наряду с коммерческой концессией и наряду с торгами? Обычно порядок торгов не всегда позволяет включать соглашения, условия, связанные с возражением как на частного партнера определенных видов обязательств, так и на государство. Не всегда государство может на себя принять такие обязательства. Первой ласточкой стала коммерческая концессия, которая по сути является видом государственно-частного партнерства. Но сегодня на нормативном уровне коммерческая концессия и государственное частное партнерство разделены, они имеют самостоятельное правовое регулирование. Соответственно, нормы закона о государственном частном партнерстве не могут применяться к соглашениям о коммерческой концессии. Существенное различие главным образом в том, что объекты, которые могут передаваться по концессионным соглашениям, как правило, не могут находиться в частной собственности. И поэтому они могут передаваться концессионеру только в пользование. С определенными обязательствами, как то оказание социальных услуг, модернизация переданных объектов, но по стечении определенного времени они должны быть переданы в собственности государства или должны быть выкуплены концидентом, что соответственно отражается сроки цена или порядок определения такой цены должны быть отражены в концессионном соглашении. Государственное частное партнерство в свою очередь позволяет передавать частному партнеру объекты, которые могут находиться в частной собственности, соответственно частный партнер имеет больше гарантий для защиты своих интересов в последующем реализации такого соглашения. С другой стороны частный партнер имеет больше возможности по использованию передаваемого имущества, в том числе, что особенно было важно и являлось одним из важных моментов разработки именно государственного частного партнерства как отдельного института от концессии, может передавать такое имущество в залог, соответственно оформлять кредит под это имущество. Отсюда присутствует разница между объектами, которые могут передаваться в концессию и объектами, которые могут передаваться в государственное частное партнерство. Частично эти категории объектов совпадают, но, например, если возьмем метрополитен, он не может находиться в частной собственности, поэтому возможна передача метрополитена, например, концессионеру, но никогда невозможно частному партнеру, это исключено. То же самое касается объектов, связанных с производством передачи и распределением тепловой энергии, теплосети. Можно передать по концессии, но нельзя передать собственность частного партнера. Хотя в принципе соглашение ГЧП может предусматривать такой вариант, когда объект имущества после окончания срока использования частным партнером опять же возвращается государству. Это тоже возможно. Но надо учитывать, что если в ходе реализации соглашения, допустим, право по обеспечению было реализовано и объект имущества просто ушел в банку в результате, если какие-то обязательства частного партнера. Если квартиры не были выполнены, а объект находился в залоге, то и передавать будет нечего. Кроме того, отличается круг участников. Тех, кто может принимать участие в консессионных соглашениях и тех лиц, кто может принимать участие в заключении соглашения ГЧП. Требования к участникам государственно-частного партнерства со стороны частного партнера являются более строгими. Цель законодателя, в общем-то, исключить участие государства полностью на стороне частного партнера и тех организаций, которые государство может контролировать. Не могут являться частным партнером, в отличие от концессии, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, бюджетные учреждения, общества и товарищества, созданные государством, а также дочерние общества, созданные такими обществами. То есть государство максимально отстранено от стороны частного партнера, но должно выступать со стороны публичного партнера. Со стороны публичного партнера на уровне Ненецкого автономного округа выступает сам округ в лице высшего органа исполнительной власти, то есть администрации Ненецкого автономного округа, либо органов исполнительной власти, уполномоченных на реализацию конкретных видов государственно-частных соглашений. Среди успешных мировых проектов, реализованных на условиях ГЧП, это строительство тоннеля под Ла-Маншем. В России среди таких объектов можно считать передачу объектов коммунальной сферы здравоохранения, когда, например, на базе заброшенной поликлиники частное лицо открывает платную клинику, но в рамках соглашения обязуется определенному кругу лиц оказывать бесплатную медпомощь. Среди успешных проектов и передачи объектов туристического обслуживания. Депутаты окружного парламента обсудили законопроекты, вынесенные собранием депутатов на общественное обсуждение. Первый касается внесения изменений в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Нинецком округе. Второй предлагает внести изменения в окружной закон о дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Проект закона о предоставлении земельных участков многодетным предусматривает учет принципа нуждаемости таких семей в жилых помещениях, запрет на предоставление неподготовленных земельных участков, гарантию фактического предоставления земельного участка на момент утраты статуса многодетной семьи, право предоставления вместо земельного участка компенсационной социальной выплаты. В ходе обсуждения спикер парламента Анатолий Мяндин обратил внимание разработчиков на более детальное определение порядка процедуры предоставления земельного участка и компенсационной социальной выплаты. По итогам обсуждения, законопроект с учетом всех замечаний и предложений рекомендован к рассмотрению на комитете и принятию в первом чтении. Изменения, вносимые во второй законопроект об обеспечении дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, предусматривает адресность данной социальной поддержки, а именно обеспечения дровами оленеводов, которые являются членами семейно-родовых общин КМНС. По данному вопросу мнения депутатов разделились. С учетом всех замечаний и предложений парламентарии предложили более детально обсудить этот проект на заседании комитета. Спортсмены из Молдовы, Узбекистана, Дагестана и Неницкого округа. В Наринмаре прошли соревнования по вольной борьбе в памяти Вадима Гирейханова. Праздник родного слова, родной книги и родной литературы. В Неницком округе готовится встретить день славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая. К единственному в России церковно-государственному празднику этнокультурный центр подготовил необычную акцию. Дружба – это нравственная ценность, которую надо беречь, ведь без нее нам никуда. Добро – это маленькое счастье, которое находится среди нас. Добро дарит улыбку, приносит радость. Иногда она вызывает замирание сердца. Слышать из уст ребенка слова о добре, любви и других добродетелях хочется не только на уроке. Само слово «добро» обязывает произносить его с искренней улыбкой и пониманием. У ребят из 4-го Б-класса в школу номер 3 все получилось, поэтому можно смело сказать – акция «Добро есть жизнь» состоялась. Она прошла накануне Дня славянской письменности и культуры – единственного в России церковно-государственного праздника. Церковь в этот день почитает святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. День этот посвящен не материальным, а духовным ценностям. То есть мы говорим о том, что наполняет душу каждого человека и прежде всего маленького человека, маленького гражданина нашей страны. По мнению Надежды Ярковой, если ребёнок в детстве осознал значимость добрых поступков, они будут сопровождать его всю жизнь. Рассуждали на тему добра и зла ученики в своих эссе на уроках русского языка, который, кстати, и существует благодаря совместному труду Кирилла и Мефодия. В IX веке братья-монахи создали для записи текстов на славянском языке специальную азбуку – глаголицу. Они перевели церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на родном славянском языке. Оба брата были христианскими проповедниками и почитаются как святые на Востоке и Западе. Великим людям прошлых столетий и значимости их наследия будет посвящен праздничный концерт. Он состоится в День славянской письменности и культуры 24 мая в 13 часов во Дворце культуры Арктика. Бесплатные билеты можно взять в кассах учреждения культуры. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север». Захватить и положить на лопатки – все это предстояло выполнить спортсменам из Узбекистана, Молдовы, Дагестана и Нинецкого округа. В зале единоборств прошли открытые соревнования по вольной борьбе памяти Вадима Гирейханова. С подробностями Дмитрий Марков. Спортсмены седьмого традиционного турнира по вольной борьбе в очередной раз радуют жителей нашего региона своим мастерством. В этом году побороться за звание сильнейшего приехали представители Республики Молдова, Узбекистана и члены сборной команды России из Дагестана. Один из них – Абдулкадыр Абдулкадыров – неоднократно становился призером Дагестана и призером Северо-Кавказского федерального округа. Ну, я сначала так на футбол хотел пойти, мне там дядь ко мне забирал, споржал, я игрался, и вот так мне деда в борьбу привел там, и папа тоже, ну, пустил в борьбу. Какие спортивные достижения у тебя есть на карьеру? Ну, становился вторым на чемпионате Дагестана, третьим на чемпионате СКФО становился. Ну, так сложно вообще заниматься? Ну, да, сложно, как трудно учить, легко в бою, но без сложности до сих пор не бывает. Всего в соревнованиях приняло участие 55 спортсменов, возрастом от 13 до 22 лет. По словам президента Федерации вольной борьбы в НАУ, Заурбек Абдулкаримова, этот турнир стал практически международным. Спортсмены показали хороший уровень подготовки. После последней схватки, награждение, наибольшее число победителей у сборной Ненецко-автономного округа. Детский приз за лучшую технику получил представитель Республики Дагестан Далгат Абдулкадыров. Приз за волю к победе получил представитель Молдовы Василий Марку. Победители и призеры получили заслуженные именные кубки и медали, а те, кому не удалось попасть в первую тройку – грамоты.